Город Йошкар-Ала. Сейчас мы увидим уникальные часы с осликом, несущим необычную икону Пресвятой Богородицы. На центральном фасаде Национальной художественной галереи Йошкар-Але. Каждый час на площади происходит чудесное явление иконы Божьей Матери Троеручица, которую несет ослик. Под часами в арке стоит пианино, которое так любят студенты. Это фото оригинала иконы Божьей Матери Троеручица, хранящейся в Афонском монастыре Хиландар. Третья рука не написана на иконе, но изготовлена из металла и наложена на поверхность образа. Позже расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преданию во время нашествия на Сербию Агарян, арабов-сарацин, православные, желая сохранить икону от поругания, возложили ее на ослика и пустили его без провожатого. С драгоценной поклажей он сам дошел до Святой горы Афон и остановился у ворот Хиландарского монастыря. Местные иноки приняли икону как великий дар, а на месте остановки осла стали ежегодно совершать крестный ход. И икона, называемая Троеручицей, которая хранится в Хиландарском Афонском монастыре, считается именно той самой, перед которой молился святой Иоанн Дамасский. Церковное предание связывает эту накладку на икону с житьем великого святого Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн Дамаскин, дамасский, жил в 7-8 веках в завоеванной арабами Сирии. По происхождению был сирийцем. Мирское имя его было Мансур ибн Сержун. Он происходил из довольно знатного рода и служил в налоговой администрации арабского халифата. Позднее предание назвало его чуть ли не визирем. Позднее Мансур удалился в монастырь и стал известен как богослов и гимнограф. Предание, зафиксированное в 9 веке, передает следующую историю. Один оеограф, жизнеописатель святых, рассказывает, что будучи сыном крупного чиновника, Иоанн Дамаскин после его смерти унаследовал его должность при дворе халифа. И даже поднялся выше, став первым советником халифа, хотя и против собственной воли, поскольку склонялась к уединенной иммунической жизни. Когда в Византийской империи при императоре Ильве III начались гонения на иконы, Иоанн Даманский составил послание против ереси иконоборцев, которое быстро распространилось по христианскому миру. Разгневанный император Лев решила клеветать Иоанна перед халифом. По его приказу придворные песцы написали письмо от имени Дамаскина, подделав его почерк, в котором он якобы призывал императора напасть на Дамаск, в то время как между халифатом и Византией действовал мирный договор. Лживое письмо Лев III переслал халифу вместе с заверениями в неукоснительном следовании мирному договору. Халиф поверил, разгневался на своего министра и приказал отрубить ему руку, якобы писавшую предательское письмо, и повесить его в Дамаске на рынке на всеобщее обозрение. А клеветанный Иоанн упросил халифа отдать ему руку и долго молился. После этой долгой молитвы перед иконой Богородицы рука приросла.